Не подписывать закон о веселящем газе для Виноградова, по-видимому, дело принципа. Решил, что областные парламентарии превысили свои полномочия и с этой позиции не сходят. Даже в суд подал, после того, как депутаты преодолели губернаторское вето. Итогом трех судебных заседаний стало решение судьи Завьялова. Он пришел к выводу, что обращаться в суд по веселящему газу у губернатора не было никаких полномочий. Поскольку у губернатора Владимирской области ни гражданским процессуальным кодексом, ни другими федеральными законами не предоставлено право на обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица и компетенция заявителя как высшего должностного лица субъекта федерации, в данном случае оспариваемым законом никоим образом не затронуто, производство по настоящему гражданскому делу подлежит прекращению. Выражаясь неюридическим языком, подобные иски губернатор подавать не может, так как его права не ущемлены. Депутаты оценивают сегодняшнее решение областного судьи позитивно и продолжают считать, что областной закон о веселящем газе имеет право на существование, раз нет федерального. Самое главное, чтобы наши дети, наши подростки не травились. Мы имеем на это право, мы это сделали. Суд доказал нашу правоту. Я считаю, что это очень хорошо. Мы еще раз показали, что законодательное собрание – это действительно эффективный орган, который работает на благо людей без всякого популизма и без всяких лишних слов. Сегодняшнее решение областного суда прокомментировала и областная администрация. В лице специалиста по связям со СМИ риторика виноградовской команды не порадовала ничем новым. Администрация области считает, что данный закон был принят с превышением полномочий законодательного собрания и противоречит федеральному законодательству. Обратите внимание, что суд не стал рассматривать иск губернатора по существу. Будет повторный иск в областной суд или все-таки оспаривание этого решения в 15-дневный срок в Верховном суде? Ну, по деталям я пока не готова вам сказать. Комментарий в деталях мог бы дать лично Николай Виноградов. Но его завтрашняя пресс-конференция неожиданно отменилась. И это очень странно. Ведь еще полгода назад он обещал, что именно на декабрьской пресс-конференции сделает заявление года. А именно, хочет ли он и дальше быть губернатором Владимирской области. По городу ходят слухи, что Виноградов сейчас в отпуске, из которого может не вернуться. Александр Инин, Александр Мажаров, 6 канал.